Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я представляю отделение радиологии Томского неонкологии. Разрешите представить доклад на заданную тему. На сегодняшний день, для кого не является секретом, что послеоперационная учевая терапия значительно снижает риск возникновения местных рецидивов. Существуют и рандомизированные исследования, и в нашей стране такие данные уже получены довольно давно. Максимально локальный контроль над опухолью имеет большое значение достижения высоких показателей не только безрецидивной, но и общей выживаемости. Кроме того, считается, что учевая терапия наиболее эффективна при лечении у больных с неблагоприятными факторами рака молочной железы в отношении местного прогрессирования. Но вместе с тем, как бы нам того ни хотелось, рецидивы возникают, и их частота зависит от исходной распространенности опухолевого процесса, ряда клиник-морфологических характеристик опухоли, также объемы одевантного лечения и других факторов прогноза. Местные рецидивы рака молочной железы характеризуются тем, что отличаются довольно значимой вариабельностью по чувствительности к поводимой химиоучевой терапии, нередко возникают на фоне измененных тканей после предыдущего хирургического или учевого лечения первичного опухолевого процесса. Ну и кроме того, одним из послалов является то, что рецидивы после полного курса лучевой терапии обладают радиорезистентностью и характеризуются меньшей чувствительностью опухоли к ионизирующему излучению. Нейтронная терапия применяется у примерно 25% больных и рассматривается как один из возможных путей преодоления повышения эффективности лучевой терапии, резистентных к фотонному излучению. Быстрые нейтроны, как плотно ионизирующие излучения, более эффективны по сравнению с редко ионизирующим излучением, поскольку способствуют гибели радиорезистентных опухолевых клеток в области ложеудаленной опухоли, а также в кровеносных, лимфатических сосудах и переневральных пространствах. В нашем институте накоплен довольно значительный опыт применения нейтронной терапии у больных различными злокачественными образованиями с 1944 года, в том числе разработаны способы нейтронной терапии для комплексного лечения больных местно распространённым, ракомолочной железы и рецидива. Данные способы защищены патентами. Исходя из вышеизложенного, следует сказать, что два основных направления мы отражаем в своём исследовании. Это, учитывая преимущество плотно-ионизирующего звучения перед редко-ионизирующим, возможность использования нейтронной терапии на область передней грудной стенки у больных с неблагоприятным прогнозом рака молочной железы в отношении местного прогрессирования после выполнения радикальной мастэктомии. Это одна задача. И второе такое направление или постулат – это лечение с помощью нейтронной терапии больных с наличием уже местного рецидива ракомолочной железы как радиорезистентной и неблагоприятной формы в отношении лечения другими методами лечения. Ну и кроме того, что традиционно проведение лучевой терапии осуществляется либо фотонными, либо электронными видами облучения. В нашем институте мы предлагали такую методику. Целью исследования явилось изучить и представить отдалённые результаты эффективного применения быстрых нейтронов 6,3 МФ в комплексном лечении больных местного распространённого рака молочной железы и рецидивами опухоли. Итак, первая группа – больные с местными рецидивами, в которые включено 114 больных, исследуемая группа и контрольная группа, исследуемая группа, ну все больные получали непосредственно на этапах системную терапию, химиотерапию различными схемами. И исследуемая группа – это нетонная терапия, которая проводилась у 26 больных в суммарно-очаговой дозе 30-40 изогрей, и у 44 пациентов нетонная терапия дополнялась фотонным облучением по показаниям. Показаниями для дополнительного облучения фотонами служило наличие изначально большого рецидива и инвазии подлежащих тканей. В контрольной группе, которая составила 44 пациента, это группа исторического контроля, преимущественно осуществлялась электронная терапия с уммарно-очаговой дозой 60 грей. Ну и в поствучевом периоде и на этапах лучевого это лечение осуществлялась химиотерапия и системная терапия по показаниям. Были разработаны показания к нейтронной и нейтронно-фотонной терапии. Это первичные местно распространенные рецидивы или повторные рецидивы рака молочной железы, продолженный рост после комплексного лечения отечно-инфлюктивных форм рака молочной железы. Это больные с радиорезистентными формами местного рецидива опухоли после комплексного лечения первичного рака молочной железы с предоперационной лучевой терапией на область молочной железы крупными фракциями, в основном крупными фракциями. Это тоже, скажем так, исторического контроля, исторического аспекта больше больные у нас были. И радиорезистентные местные рецидивы рака молочной железы после ранее проводимой электронной терапии на область передней грудной стенки. В зависимости от распространённости рецидивного образования проводилось одно или четыре поля, от одного до четырёх полей облучения представленными размерами. Площадь облучения соответствует распространённости местного рецидива рака молочной железы. Разовая очаговая доза составляла 1,6-1,8 ГРЭИ. И проводилось 3-5 сеансов нейтронной терапии, опять-таки в зависимости от распространённости и степени инвазии рецидивного образования. Вот так осуществляется этап лечения, пучок нейтронов перпендикулярно грудной стенке пациентки. Что касается непосредственной эффективности, то у всех больных той группы, которая получала исключительно нейтронную терапию, а их 26 пациенток, у всех 26 пациенток отмечалась полная регрессия рецидивного образования. В группе больных, получавших нейтронную фотонную, полная регрессия наблюдалась также в достаточно большом объёме в 93 пациентах случаев. На этапе нашего исследования нами также был проведён мониторинг показателей опухолевого маркёра СА-15-3 для оценки эффективности предложенной методики лечения. На данном слайде представлена положительная динамика по сравнению данного показателя, который вначале составил почти 95%, и после завершения нейтронной и нейтронно-флатонной терапии среднее значение снизилось до 40 единиц на миллилитр. Это достаточно интересный показатель. Здесь представлены клинические примеры полной регрессии рецидивного опухоли рака молочной железы после применения нейтронной и нейтронно-флатонной терапии. На первом случае у больной 57 лет отмечена полная регрессия при сроке наблюдения 4 месяца. И на втором случае у больной 36 лет через 3 месяца наблюдения отмечается регрессия рецидивного образования, подтверждённая морфологически. Одним из этапов нашего исследования, конечно же, являлась оценка зависимости фотоноэквивалентной дозы в лёгком с учётом его гетерогенности, поскольку пучок нейтронов достаточно перпендикулярно передней грудной стенке. И, конечно же, мы должны были изучить распределение на лёгочную ткань. И при стандартной разовой дозе, которую мы используем, 1,6-1,8 грей, входная разовая доза быстрых нейтронов в лёгком на глубине 4 см от поверхности передней грудной стенки составила 1,4-1,5. И с увеличением разовой очаговой дозы быстрых нейтронов и количества сеансов нейтронной терапии, соответственно, увеличивается фотоноэквивалентная доза на лёгочную ткань. При этом суммарная фотоноэквивалентная доза в лёгком на заявленной глубине 4 см находится в пределах до 33 грей, что находится в пределах толерантной дозы для одного лёгкого. Вместе с тем мы изучали и наблюдались некоторые лучевые повреждения лёгочной ткани после применяемой методики. Локальный пневмофиброз у 14 пациентов был диагностирован в случае применения только нейтронотерапии. У трёх из 26 больных наблюдалось пневмофиброзы первой степени и в случае смешанного облучения лучевая нагрузка на ткань увеличилась, что достаточно легко объяснимо, поскольку дополнительное облучение чревато дополнительной токсичностью и проявлением лучевых повреждений лёгочной ткани. И локальные лучевые пневмофиброзы были диагностированы у 11 больных местными рецидивами именно в этой группе смешанного нейтронофотонного облучения. Что касается непосредственно выживаемости больных без повторных местных рецидивов, то частота местных рецидивов у данных больных составила 3 случая. И во всех трёх случаях рецидив был диагностирован по краю ранее проведённой нейтронной и нейтронофотонной терапии, что по нашему мнению связано с распространённостью рецидивного образования и его неблагоприятным течением. В контрольной группе, которая получала только электронную терапию, местные рецидивы отмечены у 17 пациентов. Ну и, соответственно, данные, полученные при изучении частоты местных рецидивов, нашли своё отражение на показателях безрецидивной выживаемости и составили 87% по сравнению с электронной терапией, что является статистически значимым показателем. Подчеркну, что это 7-летний период наблюдения около 84 месяцев. Что касается безметастатической общей выживаемости, то в отношении безметастатической выживаемости мы не выявили какой-либо статистической значимой разницы в показателях 7-летней безвыживаемости. А общая выживаемость также отмечена, и отмечено достоверное увеличение общей выживаемости у больных с нейтронно-фотонной терапией по сравнению с больными, получавшими только электронное обучение. Теперь вторая группа больных – это больные без рецидива, но сместно с постановленным раком молочной железы с наличием неблагоприятных факторов прогноза Т2, Т4, Н0, Н3 и Н0, Н1. То есть в данной группе имелись метастазы. Всего в данной группе было 113 человек. Всем пациенткам было проведено 2-3 курса новодеванной химиотерапии по представленным схемам радикальной лиусомной радикальной мастектомии. И на этапах одевантного лечения проводилась учевая терапия. Исследуемая группа составила 65 пациенток, которым проводилась только нейтронная терапия на область передней грудной стенки. Суммарная доза составила до 30 изогрей. И контрольная группа – это 48 пациенток, которым проводилось только электронной терапией на область передней грудной стенки. Ну и по показаниям при наличии метастазов в региональных лимфоатических узлах мы, конечно, дополнительно проводили обучение на зону регионального лимфоатока. Также были определены показания для назначения нейтронной терапии на область передней грудной стенки у данной категории больных, которыми явились исходная распространенность опухолевого процесса Т3 и Т4, инвазия лимфатических сосудов, прорастание опухоли в дерму, мультицентричный рост опухоли. А также неблагоприятные параметры клиника морфологических – это отёчно-инспитативно, форма опухоли, рецепторы стероидных гормонов опухоля, а также ряд других показателей. Методика нейтронной терапии, она, в принципе, идентична предыдущей, за тем исключением, что, применяя площадь облучения быстрыми нейтронами, она составляет полностью соответствую длине послеоперационного рубца с включением окружающих тканей на расстоянии 5 см. Разовая доза составляет 1,4-1,8 грей. И здесь мы не дополняли облучение фотонным пучком. Все больные достаточно хорошо перенесли лучевую терапию в заданном объёме, и лучевые реакции кожи были умеренными. Лишь в ряде случаев отмечался влажный эпидермид, что требовалось назначения симптоматической терапии в виде магнитолазерной терапии. После проведения 4 сеансов нейтронной терапии на области передней грудной стенки у 6 из 15 больных отмечались лёгкие нарушения вентиляции по обструктивному типу. Спустя 4-6 месяцев после нейтронной терапии были диагностированы локальные лучевые пневмофиблозы 1-2 степени у 4 больных из 65. Что касается безрецидивной выживаемости, то здесь статистически значимое увеличение данного показателя в исследуемой группе по сравнению с больными контрольной группы. И лишь в двух случаях развился местный рецидив в исследуемой группе больных. Безметастатическая выживаемость. Также на этом этапе не выявилась статистическая значимость между изучаемыми группами, что связано, на наш взгляд, с тем, что у ряда пациентов имелись метастазы на предлучевом периоде. А вот общая выживаемость, она здесь имеет статистическую значимость и составляет 85% по сравнению с 45% в контрольной группе. Таким образом, применение быстрых нейтронов на область передней грудной стенки у больных местно распространённых ракомолочной железы повышает эффективность комплексного лечения. И нейтронные и нейтронно-фотонной терапии у больных местно распространёнными рецидивами ракомолочной железы является единственным эффективным методом лучевой терапии и достоверно влияет на показатели общей и безрецидивной выживаемости. Лучевые реакции повреждения нормальных кани диагностировались преимущественно первой-второй степени выраженности. При планировании нейтронной терапии учитывалась величина суммарной дозы быстрых нейтронов на область прилегающего лёгкого для снижения риска лучевых повреждений. При смешанном нейтронно-фотонном облучении проводилась коррекция суммарной дозы на патологический очаг. Все эти расчёты проводились группой физиков наших, которые имеют отношение непосредственно к политехническому институту, Томскому политехническому институту. И по формам, которые забутаны ещё с 1988 года, проводилась эта коррекция и расчёт доз облучения. Спасибо за внимание. Уже мои коллеги, вопросы, пожалуйста. Как у вас осуществляется стык полей? И фотонов, и нейтронов. Но касательно нейтронов, у вас прямо было изображено на фотографии 3-4 поля. Каким образом вы осуществляли стык и какая доза на него приходилась? Спасибо за вопрос. Что касается стыков полей, то при нейтронной терапии, если вы видели, у нас коллиматор стоит, который легко обрисовывает поле облучения. И мы на больной непосредственно отмаркировали границу полей облучения при нейтронной терапии. При фотонном мы также маркировали границу вхождения нейтронного пучка, который при дополнительном обучении фотонами, это, конечно же, после КТ-разметки, при планировании на нашей планированной системе, мы старались избегать наличия горячих, так называемых, зон. В этом плане мы непосредственно маркировали на самой пациентке, на ВЦ. Скажите, пожалуйста, мы прекрасно знаем, что возникновение рецидивов в ранее облученных зонах – это достаточно сложная проблема, и не все радиологи решаются проводить повторные курсы лучевой терапии. Вот в той подгруппе больных, 26, да, как я поняла, где было повторное облучение именно нейтронами, как часто Вы встречали поздние лучевые повреждения? Фиброзы, телеангиоэктазии, вот поздние лучевые повреждения мягких тканей и кожи. Да, конечно, спасибо за вопрос. Мы с осторожностью уже брали в объем в обучении пациента, который проводил ранее курсы лучевой терапии. Но, опять-таки, мы исходили с того, какой это курс, либо это электронные фотоны обучения, да, либо это предыдущая нейтронная терапия. Конечно, если предыдущая нейтронная терапия, то мы с осторожностью, и здесь можно максимум запланировать один-два сеанса нейтронной терапии уже, чтобы не избегать, вернее, не осложнять течение после лучевого периода в отношении развития именно тяжелых после лучевых изменений. Но при этом, конечно, мы следили за ним, и у нас возникали определенные в двух случаях, у двух пациенток достаточно выраженные лучевые изменения в виде лучевых язв на передней грудной стенке. Но это уже было после двух или даже трех курсов нейтронной терапии на фоне предыдущей фотонной терапии. Конечно же, эти пациентки подлежали достаточно нашему наблюдению тщательному, и мы проводили сеансы симптоматической терапии. Но вот мы, конечно же, пытаемся избежать такого, принимая пациенток на данный этап лечения, и, конечно же, смотрим, какой они получали предыдущий курс лучевой терапии. А дозное распределение Вы нам не можете показать нейтронов? Дозное распределение на данном сфере, к сожалению, на данный презентант, к сожалению, меня я не могу показать, но планирование нейтронной терапии осуществляется нашим физикам в условиях политехнического института. И там, к сожалению, на данном презентации не могу показать. Обязательно. Спасибо. А имеете ли Вы опыт предоперационной сочетанной патонной нейтронной терапии? А если да, то изучали ли Вы патоморфоз? Да, конечно, спасибо за вопрос. Мы имеем опыт предоперационной учеводной терапии у больных отечно-инститативной формы рака молочной железы. Мы изучали потом... Я просто спросила, есть у Вас такой клинический опыт? Да, есть такой клинический опыт, но он уже, скажем так, написан на диссертации. Это достаточно уже в середине-начале тысячи годов мы это занимали. Еще можно Вас спросить? Скажите, пожалуйста, сейчас Вы показывали старый материал, когда производились мастоктомии и так далее. Сейчас очень много реконструктивно-пластических операций. Как Вы считаете, Ваши технологии, методики смогут найти применение вот для тех вариантов, когда железа подверглась уже реконструкции? Потому что там другой совершенно тканевой. Да, конечно, очень интересный вопрос, которым, конечно же, нужно подумать, поскольку наша все-таки методика, она достаточно агрессивна для тканей молочной железы, тем более после реконструктивно-пластической операции. И здесь, наверное, с очень большой осторожностью нужно подходить к вопросу о назначении нейтонной терапии у данной категории больных и тщательно поработать этот вопрос. Если и назначать... Мы знаем, что в ряде клиник, в ряде клиник даже опасаются проводить фотонную терапию после данных операций, что Вы же говорите о нейтонной терапии. Ну, я думаю, что это достаточно интересное и перспективное направление, которое... Вы не занимаетесь этим вопросом. Занимаетесь этим вопросом.